Самый советский город о строении стиля конструктивизм в списке конкурса «Россия-10» нет. Этот факт возмутил интернет-пользователей, рьяно обсуждающих голосование за лучший культурный объект страны. В департаменте культуры недовольство ивановцев разделяют. Мы хотели бы дополнить этот список как минимум до 10 объектов, потому что, скажем, у нас для каждого региона свойственна своя архитектура. То есть где-то Кремль, где-то это памятники природы, у нас промархитектура, у нас конструктивизм. Поэтому я думаю, что мы должны в обязательном порядке показать памятники конструктивизма, к примеру, дом-корабль. Именно дом-корабль и предлагают внести ивановцы в список для голосования. Спроектированное архитектором Фридманом здание необычной формы появилось в Иванове в 1930 году, в период расцвета конструктивизма. До сих пор считается, что это наиболее выдающееся здание жилого назначения. Стиль дома продуман до мелочей. С одной стороны это острый нос, с другой стороны это восьмиэтажная башня, которая олицетворяет собой рубку. Первый этаж выполнен по проекту из стекла, который символизирует голубые волны, а над ним уже покоится все основное тело корабля. Это длинные балконы лестницы второго и пятого этажей, своеобразные палубы, небольшие балкончики и эркеры. Это тоже небольшие мостики. То есть все напоминает о сходстве здания с кораблем. Дом не пожалела ни время, ни сами ивановцы. Жильцы, обустраивая свой быт, совсем забыли, что вносят грубые изменения во внешний вид здания. Так у дома корабля на месте палуб выросли балконы, а на месте бушующих голубых волн образовались магазинные витрины. Граффити и баннерная реклама тоже мешают поверить, что этот жилой дом – памятник архитектуры. Наблюдать это здание сейчас достаточно проблематично, поскольку, особенно в летнее время, стихийно рассаженные в сквере перед кораблем деревья закрывают вид на него за главной магистралью проспекта Ленина. Приезжающие в наш город туристы, в том числе и академики российской архитектуры и строительных наук, не могут нормально осмотреть это интересное здание. Конструктивисты были романтиками. Они черпали новые идеи из окружающей действительности. Так в первой половине века в городе появились здания пуля и дом подкова. Даже дворец искусств с высоты птичьего полета по форме напоминает трактор. В самом советском городе, который часто ругают за отсутствие достопримечательностей, на самом деле их много. Чего стоят только находящиеся рядом дом-корабль и дом-птица. Символы счастливой жизни и исполнения мечты.